СПОНСОР ПРОГРАММЫ ИЗАКАЯ ПРЕМИУМ КЛАССА РЕСТОРАН ЯПОНСКАЯ КУХНИ N Здравствуйте! В эфире программа «Про еду» на 8-м канале. Меня зовут Дмитрий Беломеснов. Кажется, жители Владивостока знают японскую кухню от и до. Однако я нашел место, где знают толк в приготовлении еды страны восходящего солнца. Давайте попробуем настоящий вкус Японии в ИЗАКАЯ-Н. В японском языке слово «ИЗАКАЯ» означает «место, где можно выпить». Традиционно японцы посещают ИЗАКАЯ с целью пообщаться в непринужденной обстановке с коллегами или друзьями после работы или в свободное время. ИЗАКАЯ-Н – крупная сеть в префектуре Хоккайдо, популярная как среди местных жителей, так и среди приезжих. Теперь шанс узнать настоящую Японию появился и в России. У жителей и гостей Владивостока есть возможность отведать, не покидая пределов страны, настоящий японский вкус. А расскажет нам о нем бренд-шеф Сато. Мастер Сато имеет богатый опыт приготовления национальных японских блюд. Он всегда вкладывает в работу весь свой опыт и всю свою душу. И именно это гарантирует самый лучший вкус всему, чего касаются руки Сато-сан. Мастер Сато-сан. Мастер Сато-сан. Скажите, что сегодня мы будем готовить и какие ингредиенты для этого нам понадобятся? Мы будем готовить ародзиру – традиционное японское блюдо. Сам суп состоит из пасты мисо, соевого соуса, японского уксуса мирин и сублимированного рыбного супа хандаша. Ну, расскажите, есть ли какие-то пропорции и можно ли найти эти ингредиенты в России? И вообще, отличается ли приготовление блюд японской кухни во Владивостоке и в Японии? Используются ли одни и те же продукты? То, что продается во Владивостоке, ничем не отличается от того, что мы используем в Японии. Но японского тофу во Владивостоке нет. Пользуемся местным. Для начала в кипящую воду добавляем мисо, соевый соус и мирин. После того, как все закипело, спускаем твердые овощи, морковь. Пусть проварится. Затем тофу. Это нужно дождать, чтобы тофу расплавилось или что с ним должно произойти? Тофу быстро растворяется в воде. Долго его варить не стоит. И теперь рыба. Вот здесь отличие между японским и русским приготовлением. В Японии ародзиру делается из обрезок рыбы. Там даже попадаются кости. То есть во Владивостоке вы готовите рыбным мясом, а не обрезками, да? А, да. А и теперь что еще далее? Дальше добавляем лук. Как все проварится, мы добавим хандаши и мирин. Сато-сан, скажите, сколько по времени это будет готовиться? Десять-пятнадцать минут. А вообще, как часто посетители вашего заведения заказывают это блюдо? И вообще, что предпочитают жители Владивостока и Приморья кушать из японской еды? Ародзиру – полезное блюдо благодаря мисо. А мисо – полезный продукт. Это блюдо рекомендую всем. Ну и хандаши – тоже рыба. И она полезна для здоровья. Любое блюдо с красной рыбой во Владивостоке очень любят. Сато-сан, расскажите, что сейчас мы будем готовить и что для этого нам понадобится? Это блюдо с угрём называется унагидон или унадон. Это рис с угрём. Самое популярное блюдо в Японии. Очень популярно в Японии, как и во Владивостоке. Ну расскажите, что нужно, чтобы приготовить это блюдо? Нам понадобится готовый сваренный рис, угорь, нори в качестве топпинга и лук. А расскажите про соус. Что здесь такая за консистенция? Что сюда входит? Это соевый соус, мирин, немного соли и мёд. Давайте уже к сборке приступим. Что вы будете делать первым? Рис мы слегка поливаем соусом. Соус, что это значит? А соус, то есть, мы не весь используем. Да, мы его так, чисто, чтобы изюминка такая была. Да, немного. Щепоточка вкуса. Кладём прожаренный на открытом огне угорь. Сверху тоже посыпаем соусом, чтобы и рыба получила. Да, да. А что здесь? Это специальная приправа для угря. Можно сказать, что использовать щепоточку, да? Чуть-чуть. Так, ну и сверху, я так понимаю, мы будем уже и зелень, и топпингом, да? В Японии вот это уже завершённое блюдо. А это уже такое, чисто для Владивостока, да? Немного добавляем лук для украшения. Правильно, жители Владивостока любят краски. Всё. Сато-сан, расскажите, как правильно подавать оба этих блюда на стол и как правильно их употреблять? Может быть, существуют там какие-то напитки специальные для усиления вкуса? В Японии кунаги-дон подают суп мисо и соленья. Ну и японцы любят сакэ выпить. Ну, не только японцы любят выпить. И не только сакэ. Мастер Сато рассказал и про очень необычный чай. Матя или матча. Он очень популярный в Японии. Когда говорят японский чай, то имеют в виду как раз этот сорт. Это зелёный чай, стёртый в порошок. Матя – неотъемлемая часть традиционной японской чайной церемонии. Вообще, напиток внешне больше похож на овощной смузи. Но стоит попробовать, как всё становится на свои места. Это чай и при том очень приятный на вкус. Матя популярен в пищевой промышленности, прочей кулинарии и косметологии. В общем, вещь универсальная. Ну что ж, наши два блюда – суп ароджира и унадон уже готовы. И теперь мы, в принципе, можем посмотреть, как это выглядит в финальной версии. Да, по крайней мере, пахнет это всё очень вкусно. А выглядит аппетитно уже. Хочется попробовать, наконец. Сато-сан, хотели бы вы что-нибудь сказать нашим зрителям? Какие-то пожелания на путствие? Японское блюдо требует внимательного подхода, тщательного подбора продуктов. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не поленились и попробовали это сделать. Результат стоит того. Ну что ж, нашим телезрителям мне остаётся пожелать только хорошего дня и приятного аппетита. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин